здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас пончо я думаю самое время самое время связать пончо и вот такой вот у меня крючком пончо я думаю результат вы уже видели в конце конечно же демонстрацию сделали на себе вот такая вот схема у меня квадрата я кстати перерисовала так ну я ее конечно же сфотографирую выложу в сообщество и выложу в instagram чтобы у вас было как бы я вам здесь по петель на покажу эту схему и потом соответственно сборку значит вот приготовила для образца пряжу чтобы вам было виднее из чего я вязала я вязала девчонки вот как как всегда собрала остатки вернее тут не остатки было значит упаковка милана yarnart вот кстати упаковка а 10 моток вот такой но в принципе то упаковка потому что у меня было 9 мотков вот это я 868 а вот это 867 тоже моток они чуть мотон отличаются и я вот на бахрому буду использовать еще вот этот вот моток хотя не планировала я думала почему-то что у меня 10 мотку у меня их оказалось 9 поэтому вот так вот я мне пришлось это все скомбинировать ну я думаю понятно за 500 грамм 500 грамм пряжи это 10 мотков 10 мотков если в принципе то тут привязки не будет вы сможете квадрат связать своего размера из любой пряжи да то есть я это все оговорю в процессе значит что у нас составе милана 8 процентов альпака 20 процентов шерсть 8 вискоза 64 акрил нравится мне эта пряжа люблю я ее но не обязательно кто с украины девчоночки клиночки можете обращаться значит у нас 50 граммах 130 метров это значит что в 100 граммах я здесь пишу потому что чтобы вы могли ориентироваться если покупаете другую пряжу 260 метров 100 грамм а вот ну опять же повторюсь вы сможете подкорректировать на любую пряжу и на любой крючок я использовала крючок 2 миллиметра я так люблю чтобы мне петли свободно двигались вот такой вот тоненький крючок я использовала показывать буду большими ну сам квадрат большими другой пряжи чтобы вам было хорошо видно и так сама модель у нас основывается на квадрате крючком значит схему себе если что за скриньте или за скриньте из сообщества я ее сейчас убираю чтобы нам здесь не мешало значит вот этот кружочек это у нас слепая петля так называемая сделала давайте еще раз но я думаю вы уже если вы на моем канале то вы уже представление о крючке имеете да так вот просто обмотала руку здесь вот делает сюда вяжем значит чего мы начинаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 далее 3 столбика с накидом 1 2 3 вот они столбики с накидом 300 воздушные петли и 3 столбика с накидом 3 воздушные петли 1 2 3 4 столбика с накидом 1 1 2 2 3 2 3 4 снова 3 воздушные петли 1 2 3 и 4 столбика с накидом 1 2 3 и 4 столбика с накидом 1 2 3 2 2 2 3 4 3 воздушные петли вот 4 4 4 здесь у нас просто 3 и 1 как бы воздушные петли компенсирует столбик 3 3 воздушные петли и 4 столбика с накидом 2 3 4 4 так теперь смотрите стягиваем мы вот это вот колечко конечно большую нить и у нас получается вот такой вот квадрат которые нам нужно замкнуть замыкаем мы вот таким вот образом делаем одну воздушную петлю далее из вот этих вот воздушных петель которые мы поднимались 1 2 в третью выводим крючок и вытаскиваем петлю и ее мы вот так вот подтягиваем чтобы мы оказались тут на центре на углу этого квадрата вот такую вот манипуляцию мы сделаем вот теперь отсюда видите то есть не туго вот так вот а подтягиваем она и на схеме нарисовала вот такая вот подтянутая теперь отсюда делаем 3 воздушные петли это же второй ряд раз два три далее столбик с накидом вот в эту дырку далее 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 теперь мы вяжем вот в эти вот углы второй ряд 2 2 столбика с накидом 1 2 3 воздушные петли 1 2 2 столбика с накидом в эту же дырку все из из одной дырки 2 и так из этой дырки у нас два столбика с накидом 3 воздушные петли 2 столбика с накидом далее снова 5 воздушных петель 1 так 1 2 3 4 5 и следующий вот такой вот вот этот ключевой момент вот этот основной это наш угол он будет на протяжении всей как бы схемы поэтому запоминаем угол у нас вывязываем 2 столбика с накидом вот она такие ключевые моменты нужно основываться чтобы не все время не смотреть схему 3 воздушные петли 2 столбика с накидом 1 2 вот мы второй угол вывязали видите то же самое вот этот угол вот смотрите если посмотреть на схему вот он вот видите и вот он он везде идет этот угол везде кроме вот этого где мы соединяем там чуть по другому ну я сейчас все буду показывать но вот здесь вот если вы посмотрите этот угол фигурирует в каждом ряду то есть мы основываемся это для тех кто еще не умеет вязать бабушкин квадрат мы основываемся на вот этом вот углу он идет везде он образовывает именно этот квадрат так то есть два у нас угла уже 5 воздушных петель и и третий угол видите то же самое два столбика с накидом 3 воздушные петли 2 столбика с накидом вот 3 видите угол 5 воздушных петель и вот этот угол который мы начали это начало второго ряда здесь у нас два столбика с накидом 1 2 1 воздушная петля и 2 вытянутый столбик значит в третью петлю 1 2 3 третью петлю мы его так подтягиваем и провязываем мы сформировали угол этот узел у нас вот смотрите вот он четвертый угол он тоже идет на протяжении всего квадрата сколько бы рядов у вас не было разобрали значит вот три угла 4 стыковой буду его называть далее третий ряд 3 воздушные петли 1 2 3 столбик с накидом в эту дырку 2 воздушные петли теперь 5 столбиков с накидом вот из этой дырки 1 4 5 2 воздушные петли и вот смотрите угол вывязываем здесь уже автоматически мы знаем что угол мы вывязываем 2 столбика с накидом 1 2 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом из каждого угла вот такую манипуляцию чтобы у нас здесь не было в самом узоре угол у нас выглядит вот так вот далее 2 воздушные петли 5 столбиков с накидом 5 2 воздушные петли угол я даже не буду тут считать угол у нас значит два столбика с накидом 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом все далее я буду говорить просто угол так 2 воздушные петли 5 столбиков с накидом 1 2 2 3 4 5 2 воздушные петли 3 угол 1 2 2 воздушные петли 5 столбика с накидом 2 воздушные петли 5 столбиков с накидом 4 угол стыковой как я его назвала это значит два столбика с накидом 1 воздушная петля и соединительная вытянута так и так у нас третий ряд вот он три ряда теперь четвертый ряд здесь снова все так же начинаем 1 2 3 воздушные петли 1 столбик с накидом далее 3 воздушные петли 1 2 3 опускаемся вниз дырочку вывязываем столбиком столбик 5 воздушных петель 2 4 5 теперь 1 2 3 в третий столбик с накидом закрепляем столбиком 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 в дырочку закрепляем и 3 петли поднимаемся 1 2 3 угол 3 воздушные петли 1 2 3 4 5 столбик в дырочку 5 воздушных петель 3 4 5 третий столбик столбик без накида 5 воздушных петель столбик в дверку угол 3 воздушные петли угол так 3 3 воздушные петли в дырку столбик 5 воздушных петель столбик дырку ой в третью петлю предыдущего ряда в центральную 5 воздушных петель в дырочку 3 воздушные петли 3 воздушные петли столбик дырку 5 воздушных петель средний столбик предыдущего ряда столбик 5 воздушных петель дырочку 3 воздушные петли и здесь угол стыковой это значит два столбика с накидом воздушная петля и соединяем 1 2 3 вытянутой петелькой и так это четвертый ряд вот далее вот смотрите далее мы основных три ряда у нас будет вот которая у нас потом будут повторяться я сейчас буду рассказывать нюансы потому что вот смотрите у нас основа вот этот угол идет по углу а здесь вот повторяется три ряда вот он рапорт вот сейчас я обращаю внимание что сейчас начинается рапорт и мы так и будем вязать единственное что у нас вот между углами будет добавляться количество петель об этом я еще скажу в конце и так 5 6 7 ряды они основные да вот они у нас потом повторяется 3 воздушные петли 5 ряд столбик то есть полугла стыкового угла теперь от угла мы всегда провязываем 2 воздушные петли и далее в ближайшую дырку вяжем столбик с накидом далее 4 воздушные петли 1 2 3 4 столбик с накидом вот в эту петлю арку столбик с накидом снова 4 воздушные петли 1 2 3 4 столбик с накидом арку снова 4 воздушные петли я не считаю сколько раз потому что а это число у вас будет увеличиваться мы обращаем внимание вот по центру угол угол между углом мы вяжем 4 4 4 воздушные петли и столбики в эти арки только здесь при соединении с углом у нас два столбика с накидом столбик с накидом значит в эту последнюю до арку возле угла это значит что сейчас нам нужно вязать угол и это значит что у нас два столбика 1 2 2 воздушные петли господи далее угол так угол провязала вот мне нужно передвинуться от угла и от угла я вижу тоже 2 воздушные петли запоминаем что в пятом ряду первом ряду раппорта мы вяжем возле угла 2 2 все остальное по 4 петли 4 воздушные и все столбик с накидом 1 2 3 4 столбик с накидом арку 1 2 3 4 столбик с накидом арку 1 2 3 4 столбик с накидом арку а здесь угол смотрите что это значит значит что 2 2 воздушные петли и далее угол перед и после угла 2 воздушные петли все остальное 4 это тоже основной из ключевых моментов так угол вывязала 2 воздушные петли и далее в каждую арку я вижу столбик с накидом 1 2 3 4 столбик с накидом в арку следующую 1 2 3 4 столбик с накидом арку следующий раз 4 столбик с накидом последняя арка последняя арка перед углом и две воздушные петли и угол вывязываем угол вывязала значит две воздушные петли 2 1 2 3 4 столбик с накидом столбик с накидом 1 4 столбик с накидом и 4 соединяй стыковой угол вот так вот выглядит у нас пятый ряд 2 2 столбика и половине половина стыку им четвертый угол подтягиваем и провязываем так пятый ряд вот обращаю внимание да везде у нас по 4 воздушные петли получается большая дырка здесь получается маленькая потому что после угла перед углом после угла везде по две петли и так везде 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 вот видите вот этот ряд со столбиком вот здесь вот у нас маленькая дырочка вот она вот вот она а здесь большая то есть здесь у нас идет по две петли 2 воздушные петли до и после угла так поехали дальше шестой ряд он же второй ряд рапорта 3 воздушные петли пола половинчатый угол 1 столбик с накидом начали ряд далее 1 воздушная петля в это маленькое окошко мы вяжем 2 столбика с накидом 1 2 далее воздушная петля в большое окошко мы вяжем 4 столбика с накидом 1 2 3 4 воздушная петля большое окошко 4 столбика с накидом 1 2 3 4 воздушная петля всегда одна петля воздушная далее 4 большое окно 4 1 4 воздушная петля и перед углом маленькая кошка значит два столбика с накидом 1 сколько здесь вот этих вот больших я опять же не считаю в каждом ряду каждый раз они будут увеличиваться девчонки поэтому я не считаю я вот так вот основываясь на ключевых вот этих вот моментах на углах все мы дошли до угла здесь у нас одна воздушная петля перед углом 2 столбика с накидом угол 1 2 3 так есть угол теперь снова смотрите у нас маленькая большая 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 маленькая дырка маленькая 2 столбика с накидом после угла и перед углом 2 столбика с накидом остальные 4 столбика с накидом и между ними воздушная петля воздушная петля 2 столбика с накидом воздушная петля 4 столбика с накидом воздушная петля 4 столбика с накидом воздушная петля 2 столбика с накидом воздушная петля 2 столбика с накидом 1 да и воздушная петля вот снова провели ряд здесь у нас три больших и по краям два маленьких как бы чего сектор угол так и далее снова то же самое маленький из двух петель большой так и далее так и далее так и далее ряду должно быть одинаково перепроверяйте кто совсем новичок перепроверяйте последний как бы последняя сторона до 2 3 5 5 6 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 23 24 24 24 24 25 все одинаково по углам у нас нигде ничего не меняется шестой ряд у нас выглядит вот так вот если смотреть на основную как бы деталь то вот смотрите они все начинаются вот угол возле угла сектор из двух столбиков с накидом 2 2 видите везде 2222 все остальное между ними вот эти большие я вам сейчас их посчитаю в каждом ряду вот сколько их должно быть для перепроверки этих больших маленькие я не буду считать потому что они всегда находятся перед углом и после угла вот из двух петель все остальные по 4 петли вот большие как бы вот эти вот штучки так и седьмой ряд последний ряд раппорта это только что говорила про нюансы второго ряда раппорта седьмой ряд схемы и третий ряд раппорта которые 3 ряда будут повторить 2 3 воздушные петли подъема столбик с накидом половина угла и теперь вот смотрите теперь опять же до и после угла запоминаем 3 воздушные петли 1 2 3 и столбик вот первую дырку после угла соединили 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 здесь вот эту воздушную петлю которую мы делали вот в эту дырку мы соединяем это все дело седьмом ряду то есть третьем ряду 1 2 3 4 5 в дырочку хоп соединили раз два три 4 5 дырочку соединили здесь мы снова 5 раз два три 4 5 дырочка перед углом соединили то есть это если 7 ряд то у нас 1 2 3 4 5 5 арок мы образовали и здесь чтобы перейти на угол нам нужно сделать 3 воздушные петли 1 2 3 угол 3 воздушные петли и опускаемся в первую дырку соединяем то есть что это значит вот угол 3 воздушные петли 3 воздушные петли все остальные 5 воздушных петель и задействуем все вот эти арки вернее дырочки между этими секторами все поехали на основное вязание 5 воздушных петель 2 3 4 5 почему я так объясняю потому что невозможно нарисовать огромную схему при том что ряды как бы повторяется зачем я объясняю принцип на что ориентироваться да вот здесь вот я в центре ряда я вяжу по пять раз два три 4 5 и столбик раз два три 4 5 потому что смысла вязать по схеме вот далее просто нету это просто надо запоминать как она вяжется раз два три 4 5 раз два три 4 5 так следующий угол это значит что угол мы присоединяем 3 1 2 3 и угол после угла тоже 3 спускаемся вниз и далее по 5 так угол то значит что 3 до помню 3 и угол спускаемся 3 1 2 3 снова и вниз столбиком далее по 5 так Так, и угол, половину, соединительный угол, вот здесь вот стыковочный, не знаю, какое я слово говорила перед этим, все, девчонки, вот эти пятый, шестой, седьмой ряд, это у нас три ряда рапорта, раз, два, три, вот они, получается, отсюда вот предыдущих этих арок, вот, со столбиком, потом вот эти вот заполненные квадратики, и снова следующие арки, я сейчас просчитаю в каждом ряду, сколько, просто для контроля, чтобы вы понимали, сколько должно быть вот этих вот промежуточных рядов этих ячеек, а мы повторяем вот эти раз, два, три ряда постоянно, то есть по центру у нас здесь эти ячейки увеличиваются, и так, я вот посчитала, всего у меня тут 24 ряда, в моем варианте, как бы квадрата, сейчас я все промеряю, все я вам скажу, значит, что это значит, я вот посчитала, вот эти вот большие сектора, в каждом ряду, и они добавляются по три у нас, значит, если, вот я показывала, здесь у меня было три больших, видите, раз, два, три, вот они есть на схеме, далее у нас в девятом ряду шесть, в двенадцатом ряду девять, далее в пятнадцатом ряду двенадцать, это для перепроверки, я вам просто нарисовала, нарисовала, и до последнего ряду, вот двадцать один, значит, у меня связано четыре квадрата, вот примерно на каждый квадрат уходило два маточка пряжи, да не примерно так и уходило, и каждый ряд, каждый квадрат у меня по двадцать четыре ряда, и в ширину он у меня сорок восемь сантиметров, значит, что это значит, что это значит, что у меня четыре квадрата, сорок восемь на сорок восемь, еще оно, конечно же, маленько там, при пришивании разутежится, при устаканится, где-то будет пятьдесят четыре штуки, так, теперь каким образом мы сшиваем, я беру два квадрата, вот где у меня, оно видно, где лицевая, хотя вот эта сторона тоже очень красивая, ну, это уже вам выбирать, какую делать лицевой, я вот складываю, вот так вот, лицевыми сторонами вовнутрь, два квадрата, беру свой крючок, беру основную нить, и начиная от угла, вот он угол, я вот таким вот образом, цепочкой из воздушных петель, сейчас я просто закрепляю, и вяжу четыре воздушные петли, раз, два, три, четыре, я их просто буду таким образом сшивать, значит, далее у меня вот здесь вот дырка, и здесь дырка, я их вот так вот столбиком соединяю, и вяжу следующие четыре воздушные петли, раз, два, три, четыре, соединяю, опять же, и четыре воздушные петли, раз, два, три, четыре, соединяю, раз, два, три, четыре, соединяю, и так до конца ряда, и так до конца ряда, так дошла до угла, вот смотрите, раз, два, три, четыре, и соединяю угол последний, да, так, то есть я провязала прям по всему ряду, смотрите, вот таким вот образом это выглядит, это еще, конечно же, подутюжится, то есть мы соединили, давайте будем рисовать, чтобы вам схематически было понятно, значит, что я сделала, вот если понимать, вот один у меня квадрат, и я вот здесь вот присоединила, вот один у нас вот так вот, и здесь я присоединила второй, вот он пришел, да, вот, кстати, им видно, вот он, угол ушел туда, здесь присоединен второй, теперь на этот же квадрат, вот он углом расположен, вот он, мы берем следующий, опять складываем лицевой стороной вовнутрь, к нему же, этот остается вот здесь, вот видите, то есть мы присоединяем сюда, следующий, вот такая, вот таким вот образом, сейчас мы будем сшивать здесь, не отрывая нить, значит, видим, да, вот этот вот, на этот угол, где у нас ниточка здесь, мы прикладываем следующий угол, и присоединяем его, так, есть, и шьем вот эту вот сторону, влево от угла, мы сшиваем эту сторону точно так же, так, вот, мы сшиваем эту, как рождем, мы сшиваем, мы сшиваем, но мы сшиваем эту сторону, это всего лишь рождение, и лишь рождение, как так же, в к шciplинине, Мы сшиваем этот шпак, чтобы активно стоять десять всего, это человек, в ш moonlight yesterday осушным шпаку, ну ищ outsource то же, да, раз следило representation, ну ведь joking, сшим вот Side wantиateur, ?」 так заканчиваем и здесь вот мы уже ниточку обрезаем есть у нас две стороны пришита здесь нить я обрезаю так вот что у меня тоже что на схеме да у нас присоединить не ногу к одному углу два квадрата вот по бокам внизу у нас осталось две стороны вот открытые теперь что мне нужно если смотреть схематически то вот здесь вот еще один вот углом присоединен квадрат будет к этим вот сторонам то есть вот здесь вот у нас остается открыта одна сторона и здесь открыта одна сторона значит что я сейчас делаю вот этот вот мой угол я эту сторону оставляю и перехожу к вот этой вот открытой стороне и прикладываю к ней следующий квадрат лицевой стороной вовнутрь и сшиваю эту как бы сторону то есть это я сшиваю отсюда сюда вот эту вот сторону и вот эту вот сторону четвертого квадрата и так провязали мы до угла теперь что делаем смотрите теперь у нас вот так вот у нас это выглядит чтобы вы понимали вот она открытый этот ряд 2 открытые вот этой левого квадрата ряд мы переходим на вот этот вот угол то есть этот угол присоединяем к этому углу у нас здесь квадрат идет поверх этих двух вот он видите к этому правому пришить теперь мы пришиваем к левому вот мы присоединили точно также за уголок и вяжем эту сторону вернее присоединяем эту сторону а не обрываем сейчас оставляем я просто хочу сейчас вам покажу как это выглядит значит смотрите один угол вот боковые и второй угол не если вот так вот сложить у нас уже нарисовалась наша конча теперь теперь там где у нас ниточка мы сейчас сделаем такие вот окошечки ячейки для наших бахромы машин значит 7 воздушных петель вяжем 2 3 4 5 6 7 и в дырочку соединяем везде будет по 7 1 2 3 4 6 7 и поехали здесь у нас вот мы знаем да вот эти вот квадратики прямо угольнички между ним и воздушная петля да вот сюда мы так и делаем только теперь не по 5 а по 7 так и уголок мы вяжем таким вот образом довязываем нормально последний раз сюда дырочку 4 5 6 7 и еще раз дырочку чтобы здесь образовалась петелька для бахромы и далее уже передвигаемся так замыкаем круг для бахромы и так мои хорошие вот я сделала бахрому как я делала у меня видите в каждую вот эту ячейку две светлые и одна темная вот так вот я распределила свой остаток пряжи и то что у меня вторая как бы 10 моток светлее если вы покупаете упаковку просто упаковку то у вас все нормально если что хочу сказать что вот эти вот ниточки я брала по 32 сантиметров три штучки и в каждую вот так вот продевала и завязывала узлом вот таким вот образом значит складывала все вместе немного скручивала чтобы было удобнее и так вот радио это завязывала далее затягивала и все вот таким вот образом это все дело у нас и получилась такова бахрома по всему периметру я сделала вот так это еще не утюжена девчонки еду сегодня покупать утюг паровой я решила что он мне нужен и это та инвестиция которую мне нужно так что я делаю дальше я обязываю горловину для этого для начала я продеваю вот здесь вот в уголке если смотреть на схему то вот здесь вот вот он наш угол и мы отступаем вот от угла вот отсюда начинаем здесь я буду вязать по 5 воздушных петель а раз два три 4 5 и идут по по кругу раз два три 4 5 раз три 4 5 и вот разорит так вот доходим мы до стыка девчонки и здесь перед этим углом здесь я вот так вот соединю девчонки без воздушных петель просто со следующим квадратом нет не так 5 здесь в центральную петлю вернее в этот угол и следующую сейчас покажу вам вот этот вот стык вот он и вторую сторону точно также обвязываем так и в конце делать то же самое так и в конце девчонки вот смотрите а вот здесь вот мы соединяем вот таким вот образом то есть немного поднимаем наш нашу как бы так здесь раз два три 4 5 но не провязываем сюда как бы в угол а соединяем с началом этого вязания вот таким вот образом то есть это будет спинка девчонки мы обвязали нашу горловину это нужно для того чтобы у нас была возможность стягивать потому что завязки я буду делать светлее тоном и нить будет у меня в два сложения и я просто вяжу цепочку кстати можно взять здесь ниточку оставляю для помпона которые буду делать я вижу обычную цепочку два сложения можно и в три и так тут я связала цепочку которая у меня 170 сантиметров и сейчас я просто ее продеваю в эти дырочки потом сделаю помпон таким вот образом чтобы можно было потом корректировать дырочки потом сделаю вот я буду отрезать я так понимаю 4 14 20 20 20 20 такие полосочки по 28 сантиметров 1 2 3 4 6 7 8 9 10 14 15 достаточно так привязала и теперь этой же нечью я вот здесь вот как бы обматывая и прихватывая делаю на на обеих концах две штуки я знаю сейчас вы скажете что это не экономное расходование пряжи но я вот так не экономно ругать вот и вторую делаю точно так же и все и показываю на себе ну и вот что у меня девчонки получилось по-моему очень классно очень классно поэтому я считаю что стоит взять в руки крючок и конечно у меня там танцы потому что музыка играла я думала под музыку включу а потом решила что все таки мне еще нужно заключительную речь вам сказать поэтому без музыки танцую без музыки девчонки вот значит величиной квадрата вы можете регулировать размер вы можете вязать даже детский размерчик то есть детская понча вы можете связать без проблем ну и понятное дело что на больший размер увеличиваем квадрат там на 5 сантиметров и будет большой размер ну хотя этот размер тоже не такой уж и маленький поэтому он по большому счету он универсальный вот ну и банальные слова привычные девчонки лайк комментарии подписка поделиться пожалуйста поможете очень сильно мне моему каналу также если вам оказалось полезно это видео то вы можете поставить супер лайк супер сердечко есть такая функция теперь под видео там есть такая кнопочка вот это отблагодарить за видео если она вам было полезно и вы им попользовались связали допустим ну и хотите поблагодарить меня вот так же для помощи канала внизу по под видео есть в описании ссылки на донат и номер карты а я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока